здравствуйте спасибо бренд аналитик за приглашение спасибо вам умным позитивным давить я постараюсь вас развеселить физик из долгопрудного расскажет вам про маркетинг не все так грустно у меня есть компания который этим занимается довольно давно и опыт наш основан на том что в месяц мы обрабатываем порядка пяти миллионов сообщений на кириллице и других языках принимаем решение что с ними делать и на какую-то часть из них приходится действительно реагировать либо подсказывать бренду как реагировать либо самим реагировать за бренд то есть каждый месяц мы видим видим слышим голоса огромного количества людей на разные темы менеджеры мои которые работают с упоминаниями в сети иногда к вечеру плачут например какая-нибудь тематика ну типа кошачий корм там не обходится без истории о гибели фотографии маленьком котенке забытой собачки это слезы хотя это может быть и фейк например и просто боты разгоняют атаку против бренда иногда менеджеры перегорают были случаи с автобрендом когда менеджер просто не выдержал и ответил вы купили корыто и чего вы возмущаетесь вот не так чтобы прям совсем невежливо но в тонов войс не попал инструкция не была соблюдена и клиент просто попросил ребят там володя перегрелся можно его заменить вот уже видимо поздно тяжело здесь нужен опыт действительно и попробовать вам передать в режиме правил это даже очень трудно потому что каждая ситуация уникальна есть некоторые паттерны поведения ну как зубы надо чистить и тогда вроде будет лучше хотя на сто процентов можно быть и неуверенным но правило есть правило работаем и наверно получится и здесь есть правило есть базовые инструкции они дальше подстраиваются уже под каждый бренд у меня всего 20 минут естественно я постараюсь быть веселым но я хочу донести одну важную мысль и вы как люди умные должны это почувствовать соцсети изменились термин который наверное вы слышали social action поведенческие ленты facebook instagram вконтакте из-за обилия контента из-за огромного количества друзей у каждого участника соцсети выбирают что ему показать данный момент в ленте новостей и в приоритете активность людей вокруг этого контента предыдущий опыт этого пользователя был ли он активен на контенте бренда был ли он активен на контенте этого подруга слушал экшен это лайки репосты комменты и наверное все сммщики научились делать лайки и делать репосты а делать комменты оказалось не так просто хотя есть боты есть искусственный интеллект и кое-где генерятся даже комменты но для многих соцсетей комменты это более уникальная вещь в которой можно чуть более точно понять живая эта штука или не очень которая это коментит и дать приоритет этого контенту или нет в общем social media маркетинг превратился в том числе в social media communications если вы не сможете проявить аудиторию на контенте она его не увидит будь вы человек будь выбрать либо надо платить бабки и сейчас особенно на фейсбуке это видно приоритетно становятся комменты и получается что так что какой-нибудь бренд вместо того чтобы сделать сообщество и туда постить делать ставку на контент делать ставку на коммуникацию контент спорный ну обычный может быть даже чужой а вот коммуникация под ним вау и этот контент получает охваты иногда это даже не их контент бренды выходят и коммуницируют на чужой аудитории например человек фейсбуке пишет ребят какой банк вы мне посоветуете коментах появляется кто-то и пишет ну рекомендую альфу потому что тинькофф это не банк комментариях появляется тинькофф банк и пишет почему это мы не банк тут же через минуту собирает много лайков много переходов улыбки и довольно новую для себя аудиторию потому что чужая аудитория он появился в комментах под чужим постом если появился во время то получил охваты мелькнул во всех френд лентах пособирал лайки пособирал трафик в общем я за то что не обязательно реагировать на негатив вообще надо задуматься над тем что бизнес и люди должны вести дискуссии если они хотят быть видны в соцсетях тем более у нас сейчас тренд бренды должны проживать жизнь вместе со своими клиентами а у нас огромная часть жизни это срачики в фейсбуке поэтому можно попробовать туда погрузиться но это надо делать с опытом вот ну и покажу несколько примеров самое главное хочу сказать что дискуссия в сети это шахматы если кто-то записывает я порекомендую почитать книжку например оскара бренефе какую-нибудь да в принципе любой можно все оскар бренефе психолог он учит говорить последите за собой вы умеете ответь отличить вопрос от утверждения альтернативный вопрос от общего мы в жизни немножко потерялись мы говорим человеку привет как дела а потом говорим смотри какие у меня классные туфли мы только что задали вопрос человеку мы начинаем забывать функциональность некоторых конструкций базовых если поздоровались здороваться в ответ и так далее вот в соцсетях с этим надо быть особенно внимательным я частенько вижу как люди отвечают на не вопросы если вас назвали тупым это не значит что вас спрашивать тупой ли вы это можно и проигнорировать и вот такие тонкости в дискуссии это база надо почитать книжки посидеть порисовать схемы и одну из схем я вам покажу я люблю шахматы в дискуссиях прям посидеть и подумать отвечает не отвечает как ответить я не день конечно думаю как ленивец мультфильме там минут десять я даю себе время подумать и рекомендую вам это одна из лучших методик правильной реакции подумать если вам захотелось прямо сейчас что-то написать в ответ на негатив подышите поговорите с другом позвоните маме признайтесь кому-то в любви и потом вернитесь и подумайте вы так хотите ответить хотите ли вы вообще ответить дискуссия так как правило двое если один то это наверное монолог у дискуссии есть начало начало требует анализа самое главное где все происходит постоянно мне пишут дима мне тут написали что делать я говорю где написали дима ты глупый ну как где в соцсетях игры в какой из сотен соцсетей вам написали ну как в какой дима конечно в фейсбуке дальше в фейсбуке где на вашей странице на чужой странице на бизнес странице и так далее в инстаграме где в директ в комменты вам в комменты чужие комменты очень важно диагностировать где все происходит от того где все происходит будет зависеть механика например чем больше вы коментите пост фейсбуке тем больше его видят поэтому одно из правил работы с негативом в Фейсбуке, стараться не делать из этого балаган, потому что реально из плохой истории сделать хорошее очень тяжело. Люди будут видеть основу, чем больше публичных комментов, тем больше охват. Поэтому в Фейсбуке, наверное, правильнее установить коммуникацию с человеком в личных сообщениях и убедиться действительно в деталях проблемы, а не начинать в комментах задавать ему вопросы, получить ответы, задавать вопросы, увеличивая охват и провоцируя новых пользователей и войти в дискуссию. В Инстаграме немножко другая механика. Там, например, комменты не обладают таким весом, как в Фейсбуке, и можно, в принципе, в комментах поболтать. В ВКонтакте еще одна история. Яндекс.Маркет, Банки.Ру и так далее. Берите любую площадку, там будут разные механики. И внутри площадки механики отличаются. Одно дело, пишут вам на стене, это вы можете удалить. Другое дело, человек пишет в своем профиле, вы не можете удалить. Есть еще суперспособности, например, в каких-то соцсетях. Ну, не буду прям подробно все разбирать. Определили поле боя. Понимаете, как работает механика? Это должен знать СММщик. Только СММщику непросто. Если вы на него свалите 2000 негативных упоминаний в сутки, отовсюду, на разных языках, то у него может не хватить эрудиции, знания того, как там устроено. Все. Он пойдет регать аккаунт в LinkedIn, чтобы кому-то откомментить, ну и так далее. Может накосячить. В точке старта принято определять, сколько, например, друзей у человека, который написал. Я рекомендую другую метрику использовать, если вы будете выставлять некие шкалы, так скажем, кому отвечать, кому не отвечать. Вовлечение в этот пост. Чем больше вовлечения в пост, тем потенциально больше людей его увидят, то есть там риски увеличиваются. Если у человека 5000 друзей, пустого собралось всего 2 лайка, то, наверное, не 5000 друзей его все же увидели. И здесь еще один нюанс. Если вы увидели какой-то пост, и в нем 100 лайков, этот пост в ближайшее время будет набирать охват или терять охват? Здесь нужно считать производную. Я же вам сказал, я физик. Вы должны поделить количество лайков на период времени, за который они получены. А еще желательно отнормировать на количество друзей, подписчиков, которые есть у этого человека. То есть там важна скорость прироста вовлеченности. У поста в самом начале положительная скорость прироста вовлеченности. Лайков все больше, 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 больше. Потом начинает захлебываться. Меньше, 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 меньше. Потонуло. Если вы находите пост, в котором нарастает количество лайков в единицу времени, значит, он набирает охват. Значит, появление там может плато понизить. Если вы, наоборот, попадаете на спуске, то лавина уже затухает. И ваше публичное появление там, как рассказывала Света, но Света говорила об интервале недели. Неделя очевидна, да, уже, наверное, опоздали. Вовлечения там нет, охвата там не получается. А вот час, два, три. И на самом деле вот такие метрики, которые подсказывают вам, увидят ли это еще кто-то или не увидят, подскажут появляться публично или нет. Или лучше выйти личным сообщением. Проанализировали точку старта, посчитали производные, охваты, скорости прироста лайков, определили механики, посчитали риски. Дальше решаемся ответить. То есть, понимаете, подумайте, прежде чем реагировать. Это может изменить судьбу вашу, судьбу бренда. Одно неловкое движение. Никого не хочу обидеть, но вы помните, наверное, историю с сотрудником Леруа Мерлен. Да, раз неловкое действие, два неловкое действия, журналисты здесь и так далее, и понеслось. И вернуть уже назад тяжело. С каждым неловким действием становится хуже. Поэтому надо все аккуратно взвесить. Я здесь нарисовал счастливого человека. И так вы что-то нашли и решили туда прийти, и вам хочется счастья итогового. Но моя мораль, если дискуссия вокруг негатива, старайтесь сделать ее максимально лаконичной в публичном поле. Вот такое правило, потому что многим кажется, мы там сейчас всех победим. Мы им правду докажем. Лучше не надо. Это, знаете, как в семейных спорах. Вот я перед женой лучше извинюсь, я не буду ей ничего доказывать. Вот. Ну и жена знает, что если я вечером пришел голодный, лучше сначала накормить, а потом со мной что-нибудь делать. Вот. Выберите, кем реагируете? Собакой, кошкой, человеком, представителем бренда, ветераном войны, школьником и так далее. Вы мне сейчас скажете, Дима, ты чего учишь ботов заводить? Ну, вы знаете, у некоторых есть техподдержка 1, техподдержка 2, техподдержка 3. Вконтакте, например, официально сказал, я буду разыменовывать вашу техподдержку 1, техподдержку 2, во всяких Иванов, Олегов и так далее, потому что у меня люди. То есть по рандому сами разыменовывали такие аккаунты, но как-то же поддерживать надо. Поэтому, если мораль вам где-то там мешает, ну, делайте все официально. Если вы чуть более свободны, имейте девушку, чтобы говорить с парнями, парня, чтобы говорить с девушками. И, ну, делайте это с любовью. Ну, и там Тон оф войс дальше. Шутите, не шутите, на вы, на ты, в личке, публично прописывайте стратегию, как вы работаете. Ну, и несколько примеров, как я обещал. Дискуссия – это нечто публичное. Я хотел подсказать вам, насколько публичное. Вот я сейчас с вами говорю, у нас, ну, можно сказать, дискуссия, можно сказать, монолог, но вы хотя бы меня слышите. Вот, сколько людей меня слышат? Могу какую-то оценку сделать? Можно еще прикинуть, что кто-то посмотрит запись. Может быть, там еще где-то за стеночкой люди стоят? Более-менее понятно. На кухне вы с мамой говорите. Ну, мама, наверное, слышит. Ну, может, за стенкой папа слышит. Ну, может, сосед за другой стенкой. Более-менее понятно. Ребята, вот в соцсетях трудности, сколько людей сейчас видят мою дискуссию. И абсолютно точно я вам скажу, что если выделить вот такие три класса в соцсетях, контент-мейкеры, ну, комменты пишут, посты делают, хотя бы смайлики кидают. Их немного, потому что это страшно. Действительно, высуньтесь со своей диссертацией ВКонтакте. Ребят, как вам второй абзац моей диссертации? Первым комментом услышите «Вы тупой». Вот, и перестанете спрашивать у людей про свою диссертацию, расстроитесь, закройте соцсети. Моя мама примерно так сделала, она зарегистрировалась ВКонтакте, перейдя туда из одноклассников, попыталась дружить с моими подписчиками. У нее не вышло, она сменила фамилию и больше не высовывается. Потому что тяжеловато. Писать страшно. Пишет не так много людей. Есть еще класс людей, которые, я их называю, подлайкиватели. Они вот вроде незаметные, но на самом деле всех можно посчитать. И вот эти суды за ретвиты, за лайки и за репосты, это первый звоночек к тому, что надо быть осторожнее с этим. И довольно много людей наблюдает. Чтобы примерно понять оценку, лучше всего зайти ВКонтакте, потому что он начал рисовать глазик. По какому принципу он рисует глазик, спрашиваете у самого ВКонтакте. Это действительно уникальные люди увидели. А точно ли они увидели и так далее. Но ВКонтакте дает хоть какую-то оценку примерно того, какова разница между теми, кто вовлеклись, подлайкивали, между теми, кто комментили, писали, и теми, кто наблюдает. И эта разница бывает в сотне, на несколько порядков. Ну и как это применять? Расскажу историю про Рокетбанк и Тинькофф. Да простят меня и Рокетбанк, и Тинькофф. Пользуюсь и тем, и другим, вообще над всеми, над кем, шучу, простите меня, все истории вымышленны. Рокетбанк одни из самых первых в банковском секторе, хотя они и не совсем банк, пришли к тому, что давайте с людьми будем чуть более человечные. Давайте с ними болтать в режиме чата. И делали это весело, строили на этом даже вирусные рекламные кампании, типа мы так говорим с пользователями. Рокет у меня карту банкомат сожрал. Добрый день, мы сожрем банкомат в отместку. Карту как вернуть? Рокет, забери меня в лето. Минус бабки, минус бабки, и вы потратили мои деньги, пришло время смелых решений. Ну и так далее, таких дискуссий очень много. Рокетбанк еще забавлялся на тему, это сайт Рокетбанка, страница внутри Рокетбанка. Я не все могу здесь прочитать, здесь используются группы и слова. Рокетбанк создал у себя на сайте стену любви и ненависти, love and hate, стена любви и ненависти на страницах Рокетбанка. Нас любят и ненавидят. Если любишь, напиши влево и получишь айфон, если ненавидишь, напиши вправо и получишь Samsung Galaxy Note 3, под которым Рокетбанк и не работал тогда вовсе. В общем, прикольно. Постебались люди и туда, и туда, писали стихи, писали шутки. Такой вот Рокетбанк, чтобы вы примерно представили, что такое Рокетбанк. Это банковский сервис, небольшая команда ребят, которые дерзнули болтать, делали это ярко, делали яркий СММ. В какой-то момент у них случилась вот такая история с Тиньковым. Тиньком в Твиттере обратился к Рокетбанку. Рокет, ну что, выпустили свою 6 тысяч первую карту, наконец, или еще ждете клиентов? Мы шахматисты. Давайте думать. Мы Рокетбанк. Во-первых, к нам обратились адресно. Тут даже без системы мониторинга нам пришло уведомление, и, скорее всего, отвертеться уже тяжело. Это предложение заканчивается вопросительным знаком. Это один из признаков, что что-то с этим, скорее всего, делать придется. Кто нам написал? Нам написал Тиньков. Много у него подписчиков? Много. Сколько людей может наблюдать за этим? Десятки тысяч. То есть мы сейчас на сцене Олимпийского. Нас позвал Тиньков. Рокет, не стесняйся, выходи, будем болтать. Запущен счетчик. Время идет. Ну, завтра, послезавтра писать, возможно, уже будет поздно. Появляется Рокетбанк. Потребовалось 17 минут. То есть оцените скорость работы. Ответ. В ваших ответах в таких случаях высокий риск. Это Тиньков, это не случайный человек. Хотя мог быть и другой персонаж. Вы просто не знаете, что это весомый, авторитетный пользователь. Здесь все правильно. Здесь нет грамматических ошибок. Бывает так, что люди допускают. Допустите ошибку, вас за нее потом здесь же и распнут. Это публичное поле, вы на трибуне большой. Олег Юрьевич, Рокетбанк вам не продадим. Даже не пытаетесь, а на смузи приезжайте. Вопрос ответили, пошутили, смайлики добавили, обратились уважительно, знаки припинания расставили. Скорее всего должно все закончиться. То есть не стали провоцировать, не задаем вопрос и ответ. То есть вот-вот и можно будет лечь спать и отдохнуть. Нет. Есть еще Виктор Лысенко, основатель Рокетбанка, который скорее всего получает уведомления, так же как Рокетбанк, пользуется Твиттером. Минута. Он просто не дождался и не увидел ответа Рокетбанка. На минуту позже появляется Лысенко. Это топ-менеджер, у вас может быть топ-менеджер в компании, которому тон-офф-воиз, законы и правила ведения в дискуссии не писаны. Он может просто там все сносить шашкой. И Виктору не надо ничего объяснять Олегу. И он пишет, Олег, научи как правильно ждать клиента. Может мы что не так делаем? Надо твиты постить, ты же знаешь, не молчи. А вот после этого закончится дискуссия? Наверное нет, здесь много вопросов. Здесь довольно накаленный текст. Ну и понеслось. Дальше был замес, продолжался он почти 12 часов на следующий день. С утра Тинько встал и продолжил. И в этой перепалке Рокетбанк уже понял, что шашки достали. Собственно тогда, что извиняться, было много шуток. И Рокетбанк писал Олегу, Олег, а может вы вернете слово кредиты в название своей организации? Что вы вывесе людей в заблуждении? Потому что до этого Тинькофф написал, Рокетбанк, может уберете слово банк из своего названия? Довольно грубо в том же стиле ответили. То есть уже нет речи о том, чтобы закончить дискуссию. Бьемся до конца. Ну и, естественно, дерзкие СММщики победили опытного бизнесмена. День зарплаты, поздраваем. Вечером ждать пьяных твитов. Ну и там обидная картинка. И ответ Тинькоффа, пьяным ты щенок, меня никогда не увидишь, когда ты срался. Я уже пули из жизни видел, сходи в каворкинг пост с Кипра. Вот, между прочим. И вот тут пирамида взрывается. То есть из наблюдателей появляются подлайкиватели. 63 твитов, 37 добавлений в избранное. Хотя до этого все выглядело как болтовня на кухне, но огромное количество журналистов ждали, чем закончится. Дальше статьи. Но и на этом не закончилось. У Рокетбанка до сих пор на сайте есть игра. Вы можете за космическую ракету сбивать Тинькоффа, выворачиваться от его карт, ждать Лысенко и ловить карту Рокетбанка. Такая игра до сих пор есть на сайте Рокетбанка. Там и другие игры есть. И если вы плохо играете, вы увидите Тинькоффа. Вот с таким заявлением. Сходи в каворкинг, попей смузи. Я не делаю выводов. Я не знаю, выросла ли стоимость Тинькоффа банка после этой акции. Мы, конечно, все меряем, все считаем. Мораль у каждого своя. Я здесь показал несколько приемов. Во-первых, не один на один вы болтаете. Люди ждут шоу. И там может быть тысяча человек, может быть две тысячи человек, может быть сто тысяч человек, могут быть журналисты. Когда дождутся шоу, пойдут публикации в СМИ. Когда пойдут публикации в СМИ, это уже другая история. Она уже не такая компактная. Ну и еще показательная история. Мною любимая, Хоббс и Ферс, пишет статью. Прежде чем покупать автомобиль бизнес-класса и ходить по яхт-клубам, следует расплатиться с кредитами. Пишет, учит нас Максим Богуш. Хоббс и Ферс, хипстерское такое издание, истории про бизнес. Ну, не знаю, может быть даже немножко с оттенком бизнес-молодости. Успех, вот, вот, успех и учит нас. Что за успех? 10 миллионов рублей выручки. А какой это успех? На самом деле, сами того не понимая, Хоббс и Ферс немножко уязвили. Огромное количество тех, кто набрал кредиты, сидит и отдыхает. И 10 миллионов для них, вообще говоря, не деньги. Они пошли искать ошибки здесь. Пост сделан в 14-12. Через буквально 8 минут, прочитав, а может и не прочитав статью, открыв в Википедию и пару учебников, появляются люди. Пирамиды раскрываются, появляются другие контент-мейкеры. На сайте написано, типография стала облачной зарабатывать 10 миллионов. Как можно перепутать оборот с прибылью? Красавчик. Задал вопрос, поймал на ошибки, торжествует. За ним появляется Ярослав. Минута в минуту. Они не знают друг о друге, они реально смелыми. Они выходят первыми на амбразуру. Странно читать совет по увеличению активов, рядом с советом покупать квартиру. С каких пор недвижимость, актив. Оп, еще раз, выкусите. Через минуту они узнают, что они не одиноки и знакомятся публично. О, здорово, Илья. Вот, да, предприниматели путают обороты прибыль. Потом у них, ну как-то модно говорить, рвет пуканы. Ну, с ними никто не говорит, они здесь двое. И они понимают, что надо к кому-то обратиться. Максим к ним сюда не придет, аргументировать выручка там или оборот. Вот, и они обращаются к администраторам сообщества Inhobs & Fears. А вообще, конечно, редакторам надо читать самим текст, прежде чем постить. Тут явно их ошибка. Через минуту появляется администратор сообщества. Вот, шахматы. Такой замес. У вас под статьей. Что нужно ответить? Анна выбрала вариант. Всю жизнь так писала и намерена продолжать. То есть, ну, я не судья никому. Но это к тому, что сейчас это не закончится. Анна, тебя сейчас здесь будут сносить. Потому что здесь, а, два человека, и у них огромное, на самом деле, уже количество наблюдателей, последователей. Там лайки появились. То есть, Анна, лучше извинись. Эта толпа сейчас будет тебя сносить. Вот, и толпа ее сносила три часа, пока Анна не сорвалась на капслок. И написала, читайте другие бизнес-издания, которые извиняются перед читателями. Даже когда они правы. Вот, то есть, ну, идите вон, прям, прямым текстом. Появился редактор Хобсон Ферс еще спустя несколько часов и сказал, оу, сколько духовности. От редакции Соколовой молочный коктейль. То есть, он присоединился не к толпе. А там уже, ну, считайте, вы выходите на трибуну, а там сто молочников с арматурой стоят. А вы им говорите, вы не правы. Тут лучше было, на самом деле, в самом начале сказать, милые мои котятки, вы такие умные. Даже не надо извиняться. А расскажите свои бизнес-истории. Я с радостью напишу о вас. А пока пойду разбираться в терминологии и править статью. Если не права, можно было спасти ситуацию. Дальше это превратилось реально в шутку, на которой смеялись все. Антон, выкуси, все бизнесмены не правы. Право лишь Анна, потому что работала в Forbes. Потому что она начала писать, что работает в Forbes. Работала. А, ну, и тут еще заметили, как вы заметили с Руцией. Извините, я, видимо, перепутал и зашел не в паблик, а в туалет. Извините. Много лайков. Ребята шутят. И в конце концов появляется Павел Дуров. Журналистка частично права. Чуть-чуть поиграй словами. Журналистка не права, но и, может быть, все закончилось. Но Пашу тоже снесли. Сказали, Паша, ты молодец. Но отправляйся рулить ВКонтакте. А мы здесь разберемся все-таки, что такое выручка, что такое оборот, что такое прибыль. В итоге статья на Хоббс и Фирс. Оборот и выручка мастер-класс для самых маленьких. Ну, а Хоббс и Фирс сейчас, по-моему, не существует. Деталей, не знаю. Может быть, подписчиков стало больше. Я к тому, что, если внимательно посмотреть, можно понять, как закончить дискуссию одним постом. Если внимательно смотреть, можно понять, почему мы день не работали, нервничали, не пили кофе и участвовали в перепалке с молодыми предпринимателями. Вот, у меня мало времени. Блицем три оставшихся пункта. Да, еще минут семь. А, минут семь есть. Да, но все равно быстро в соцсетях надо быть стойким. Эти ребята с короткими комментариями «ты тупой» и «иди в жопу», они вас удивят. Поначалу, когда вы в лице главы города выйдете в ВКонтакте и спросите «дорогие товарищи, что бы вы рекомендовали мне исправить в моем городе?» И все, дальше вам будет тяжело, вы перестанете понимать, как это работает. И вот вам пример главы города, который смог с этим справиться. Он до сих пор на посту, прославился он, когда на глаза попался его ответ на вопрос граждан. «Когда перестанет так пахнуть в городе? Как только вы помоетесь?» Ответил глава Щелковского муниципального района. Я думал, это конец его истории. Дальше пошли публикации. «Плохо пахнет в городе, а вы помоетесь». Алексей Валов общается с простым народом. Это его твиттер. Просто русский человек со своими мыслями и взглядами на жизнь. Такой философ социальных сетей. А почему нет? Бренд-стратегия, пожалуйста, она как минимум взрывная. То есть вы не такой, как все. В статье там рассказано, как развивалась дискуссия. На этом все не закончилось. Появились люди. «Так вы что считаете, что в Щелково живут такие люди, от которых исходит вонь? Есть люди, которые не чистят зубы и не моются. Тогда запах многоточия». «Вы сидите в своем кресле и хамите гражданам». «Когда на меня обижаются внуки, я, между прочим, говорю, что готов угостить их шоколадной конфетой». Действует. «Думаете, я не представляю, кто мне пишет? Обиженные, бездельники, заурядные». Ну, он жив по сей день. Он ведет Инстаграм. Не знаю, как там у него сейчас, успехи. Но полгода назад я заходил. Он обновил кровлю. Написал об этом в Инстаграме. «Как вы думаете, какие комментарии?» «Гори в аду, что там с попрошайками, когда кончатся пробки?» И на все методично дается ответ. Вот в том стиле, как я показал выше. Иногда, читая его Инстаграм, можно в конце увидеть, что, видимо, вот часть этой пирамиды, которая просто с попкорном нервно курит в стороне, проявляются. «Спасибо, радует неравнодушие». То есть, реально, чувак, выдай премию своим СММщикам, вот, вы удивляете. А между тем, у него в Яндексе красиво. У него нет компромата, у него нет каких-то историй про коррупцию. У него очень активный ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер, которые выходят в топ Яндекса и Гугла и принимают туда всех рассерженных, вот как жалобная книга. Про авиасейл сегодня сказали. Отдам дань уважения. Ребята круто вели коммуникацию, круто делали и делают маркетинг. На самом деле, очень круто вел коммуникацию в авиасейл сам Костя Калинов. Его не стало, увы, наверное, вы знаете. Костя Калинов – легенда для нас. Я вам покажу, вы скажете, «Ой, Дима, как же ты опозорил бедного Костя, блин, мы любим его за это». Он умел в Фейсбуке разрулить все четко. Сейчас я вам покажу. Человек пишет в Фейсбуке, это известнейшая история, она прям стала мимом, который следовал за Костей. Вот неизменно удивляет меня такой стиль написания вакансий. Нужен крутой маркетолог в тай и ноль информации. Или это неважно. Пять лайков. Обычный Сергей, обычный Сергей, это не Олег Тиньков. Но Костя, руководитель топ-менеджера авиасейлс, решает, что именно здесь он должен появиться и дать развернутый ответ. Нарезанный кружочками на блюде. Не поднести авиасейлс. Видишь, написано, тупая скотина. Подумай, башкой, уборщица за 300 баксов в месяц. Костя отдышался две минуты, делает контрольный выстрел в голову. И да, не помню, что это оскорбляет твою ранимую душонку, чувство веры и так далее. Посмотрите. Константин, спасибо. Конфликт урегулирован. Просто из гаубицы Костя снес там. Когда Костя появлялся в комментах, лучше было не дышать. Самый частый вопрос к главе города. У нас много разных политиков. Я про главу города скажу. Он все-таки отвечает за город. Он выходит и ждет вопросов про ямку, про детский сад, про роддом. Самый частый вопрос к главе города. Че делаешь? Че делаешь? И на это есть пункт ответвления. Что должен ответить глава города, когда у него спросили, что делать? Или не должен ответить? Видите, тут веточка «не реагирую». Огромное количество упоминаний не требует вашей реакции. Не везде надо лезть. Путин не бегает по соцсетям доказать, что он молодец. Не везде нужно появляться. И вот это одна из самых рисковых веток. Здесь вы должны уверены быть в том, что вы делаете. Понимаете ситуацию. У вас на столе прям карта боевых действий. Если вот здесь у вас все происходит, а сейчас отвечу. И никаких правил нет. Непонятно, как потом ругать человека и за что ругать. И если его уволить, что вручить следующему, как наследие. А если есть инструкция, вы в конце можете что-то мерить. Какой-нибудь, не знаю, engagement rate, количество клиентов, рост стоимости компании. И если что-то идет не так, в итоговых показателях править инструкцию. Тогда вы хотя бы действуете как-то смысленно, а не по интуиции. Ну и самый последний слайд. Рекомендую послушать тех, у кого много сообщений. Техподдержка ВКонтакте работает уже довольно давно. Пятилетие они отмечали, по-моему, года два назад. Сами откровенно говорили, более 90% сообщений к нам в техподдержку не касаются работы ВКонтакте. Люди просят их повеселить. Люди жалуются на жизнь. Про любовь пишут. И техподдержка ВКонтакте обладает, наверное, колоссальным опытом общения с людьми. И вот здесь пример того, как научиться, наверное, невозможно просто так. Уважаемые ВКонтакте, почему вы так долго отвечали, как моя девушка? Она вам нравится? Да. Вот и мы хотели вам понравиться. Ну, такому, не знаю, как учиться, тут опыт нужен. Вот, у меня есть соцсети, есть почта. Пишите, если что. Спасибо огромное. Вопросы в микрофон, пожалуйста. Вопросы. Поднимайте руку, мы передадим, как микрофончик. Так, все вопросы хотят задать Диме лично. Хотят понравиться. Да, я не ухожу отсюда, буду до последнего. Спасибо огромное. У меня есть пара вопросов. Давай, давай. Во-первых, я, наверное, тебя тоже еще немножко рекламирую. Вот это все, может быть, и все, но не совсем это, но можно почитать ваши книги. Да, есть книжка, тоже как элемент управления репутацией. Я, знаете, как немножко ученый стыжусь книг, потому что... В общем, есть книга, книга первая, которая написана на эту тему. Вот как раз... На зоне есть, называется управление репутацией в интернет. Есть курсы, насколько я понимаю, тоже выпустили какие-то. Да, и то, что ты сказал, 31 августа бесплатное мероприятие называется «Пекло». Первая ежегодная конференция лидеров онлайн репутейшн менеджмента. Уже собрали сетку, есть лендинг «Пекло.Про». Это в пятницу, это бесплатно, и кое-кто в пятницу уедет с конференции на мини-купере, вот, отдохнуть на кабриолетике. А вот здесь тонкий нюанс. Ну, ненадолго он будет ваш, вот. Все-таки на совсем не получится. Спасибо, но я хочу задать вопрос в том, что здесь есть всякая информация. Да, опыт большой, показывает, что он просто как бы не набирается, готов им делиться в книгах, в курсах и так далее. Как еще ты советуешь людям получать этот опыт? Как ты советуешь брендам работать самостоятельно? Или, например, с привлечением твоего агентства в фокзале? Я слышал не один раз, что как же здорово Дима выступает, рекламирует себя, чтобы мы пришли к нему. Мы об этом подумаем. Вот, Дим, смотри, у нас дальше выступают три наших клиента, которые приняли решение организовать внутри in-house службу работы со социальными сетями. Как ты решишь эту ситуацию? Зачем приходить к себе? Что делать in-house? Как сейчас это вынуждает тематику? Смотрите, я вообще полагаю, что очень многое за коммуникациями в режиме чата. Вы чувствуете этот тренд, чат-боты, телеграммы. Не знаю, как изменится интерфейс, это будет просто поток контента, который будет преобразовываться из аудиотекста, из текста в аудио, из видео в аудио, ну и так далее. То есть сейчас очень много не звонков по телефону. У нас были случаи, когда, ну там, отзыв лицензии, например, у банка, колл-центр просто взрывается. Есть стоимость работы колл-центра, и очень часто принималось решение, принимать этот поток в соцсетях это дешевле. И у нас, ну, уже довольно большой ряд проектов, где мы как колл-центр. И здесь, ну, некий инсайт, бренд никогда не отдаст всю коммуникацию на сторону агентства, потому что агентство не знает ответы на все вопросы. Но есть скрипт, есть блок-схема, как вот этот робот по телефону, нажмите один, нажмите два. То есть примерно это мы сильно дешевле и сильно быстрее, и сильно более холодной головой делаем, нежели бренд, не отвлекая их от работы и создания хорошего бизнеса. А когда случай действительно требует внимания бренда, и он отклоняется от траектории, тогда должен быть человек внутри бренда, который знает, что сделать. То есть пополам или в каких-то долях надо разделить, что-то делает бренд, что-то делает агентство, потому что делая все, у вас не хватит сил. Отдать все на аутсорс, это значит делать не очень качественно. Спасибо. Мы сталкиваемся очень часто с таким разделением труда. Агентство иногда привлекается к разработке стратегии собственно-красной парты и привлекается к визнике ситуации. А персонная работа строится везде. Такое разделение тоже есть, оно тоже пополам и наполам, вместе с тем успешно. Еще вопрос. Может сложиться ощущение, что вы работаете без автоматизации. Все-таки в вашей работе и в какое место находят такие системы, как наши. Может ли вы справитесь без? Я надеюсь, нет. Почему нет? И так далее. Вообще без мониторинга здесь, наверное, невозможно. Ну, как я сказал в начале, 3 миллиона сообщений, вы никогда ничего не соберете. И на определенных объемах вы смиритесь с тем, что да пусть система мониторинга чуть-чуть не полна. Она действительно не может видеть все. Но и вы уже начинаете грешить сильно хуже. Поэтому сбор упоминаний только системы мониторинга. А дальше еще получается, что на этом жизнь не заканчивается. Нам приходится вас интегрировать порой в сервис-дески и хелп-дески. Я знаю, у вас были такие истории публичные, писали про это. И, в принципе, бренд аналитикс еще, ну, такая похвала в адрес ребят, обладает API, обладает открытым отделом для коммуникации. И кое-где для нас уже недостаточно интерфейса бренд аналитикса. Например, ну, спасибо, мы можем выгрузить сообщения в нужном нам формате. И дальше вот вся эта работа, она похожа на тикетную систему техподдержки, то есть Task Manager, и падают ваши сообщения, пройдя определенную классификацию, производные, охваты, место боевых действий, ну и так далее. Спасибо тебе огромное. Еще раз давайте скажем спасибо.